здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я Вика сегодня покажу вам как вязать вот такой вот шнурочек я вязала для мужского свитера для капюшона а вот связала еще еще один образец который можно использовать как поясочек вот если вы вяжете кардиган как свитерок допустим не знаю ну если вам нужен поясочек в тон вашего изделия можно вот связать вот такой вот без шва однородный я считаю способ бесподобный на мой взгляд и очень простой нужны нам две спицы носочные без лески и вот этот вот я вязала из 5 петель потом проутюжила видите он получился плоский как обычный шнурок я его проутюжила этот я оставила так как и был то есть кругленький такой как поясочек но и сейчас вам покажу сейчас можно вязать из 3 петель из 4 из 5 вот это из пяти но тоньше нитки это из 4 только толще нитки сейчас покажу вам можно из 3 еще тоньше получится 2 3 ну давайте из 4 петель просто покажу вам сам принцип тут как обычно я делаю узелочек и хочу пока я вижу хочу рассказать немного про вот это наше онлайн вязание про мои неприятности так первый ряд вяжем все четыре петли провязывая нет у нас здесь кромочных никаких петель чек нету все лицевыми петлями все 4 петли это толстые у меня нитки поэтому шнурок получится толстый теперь беру вот это все дело передвигаем на другой конец спицы вот так вот ниточку отсюда она видите у нас как бы в другом конце мы ее берем перетягиваем сюда вернее одеваем на палец и опять же провязываем то есть только лицевые ряды вяжем вяжем 4 лицевые петли 4 снова вот здесь вот видите у нас эта нитка перетягивается потом она у нас распределиться равномерно на эти наши четыре петли и образуется таким образом у нас вот этот шнурочек опять перетягиваем и вяжем 4 лицевые петли так и что хотела рассказать девчонки у меня такое такие не то чтобы неприятности как бы ну такие небольшие препятствия знаете хотела вернее не хотела я заказала камеру хорошую веб камеру дорогую которая фиксируется на руках допустим на определенном моменте в которой изображение должно быть хорошие должно быть не знаю пока она мне не пришла но я просмотрела кучу видео как как делать эти прямые эфиры и что для этого нужно в общем решила что по отзывам эта камера самая классная но и заказала в интернет-магазине популярен здесь в чехии и у них общем такие такое получилось такая каша знаете заказала есть он большое есть такие боксы в которых как камера хранения вот там ты получаешь свою свой заказ в общем на это нужно три дня так получилось что в нашем городе где мы живем этого бокса нету сашка ездил на работу подальше ну в ту сторону в общем заказали получилось так что он эти дни как бы не поехал вернее один день не поехал потом второй день поехал а мне оказывается я то не знала и первый раз заказывала надо чтобы пришла эсэмэска с кодом для получения как бы в этой камере хранения своего товара не сэмэска не пришла я звоню то есть второй день он не получил третий день он я звоню оператору а он говорит а мы посылали и на какой-то совершенно другой номер телефона в рядовые нормальные вы мне пошлите в общем пока они послали мне повторно этот код срок как бы уже вышел и мою посылку как бы вернули уже этой фирмин вот вот это длилось неделю в магазине эту камеру я купить не могу потому что ее нужно только заказывать вот видите я вижу и вот здесь вот она уже как бы равняется вот такой вот шнурочек в общем по итогу что у меня получилось теперь я сижу попробовала снять на свою вебку которая у меня есть это катастрофа поэтому я хотела купить хорошую камеру чтобы было видно хорошо и чтобы она фиксировалась на определенном изображении и соответственно чтобы было хорошее изображение попробовала пробный вариант снять трансляции со своей камерой короче не хочу я даже позориться с этой камерой мне нужно хорошую поэтому нашла еще в других магазинах сказала системе уже дел иметь не хочу не буду потому что вот такие вот косяки у них я считаю это их косяк потому что телефон я ввела правильно то что оператор ошибся это не моя вина тем более короче в общем не хочу я с ними иметь дело теперь у меня такая дилемма есть конечно их много этих интернет магазинов где можно ее заказать попробую обзвонить в понедельник понятное дело что выходные они не работают попробую обзвонить в понедельник и узнать у кого это получится быстрее всех то есть доставка будет быстрее всех как только она мне придет тоже как бы подешевле камеру не хочу похуже которую можно купить в магазине потому что раз уж я ее покупаю так на эту камеру я потом могу и видео снимать через компьютер в общем на эту вебку она очень хорошая по отзывам и видео получится намного качественнее поэтому я уж раз уж покупаю то хочу хороший вот такие вот пироги так что родные мои подождите немножечко я определюсь потому что я сама уже я и плакал расстраивалась думаю да что же это такое ничего не получается но ничего пару дней еще подождем а потом я думаю мы все наладим и все будет хорошо вот так что вот такая вот информация простите меня конечно ну я думаю мы это все все-таки решим не я думаю я уверена что мы это решим как можно быстрее вот прям с понедельника я думаю во вторник уже у меня будет эта камера и все думала хотела вот такой вот шнурочек девчонки видите какой он получается все не надо его не сшивать ничего такой вот шнурочек получается удобненький поэтому такое коротенькое информационно-познавательное видео еще раз прошу прощения и немножечко подождите вот вот так а с вами была вика школа рукоделия всем пока пока